Открытый диалог с Александром Непомнящим Ну что же, уважаемые дамы и господа, по техническим причинам у нас произошла задержка со связью с Александром, но наконец-то все восстановлено, связь восстановлена. Александр у нас на связи и мы его приветствуем у нас в эфире. Здравствуйте, Александр. Александр, я предлагаю такую очень неожиданную тему для вас. Это, ну вот ситуация того, что происходит в Израиле. Жара, коллекционные переговоры, ну и так далее. Пожалуйста, расскажите нам, что и как там происходит. Действительно, происходит аномальная жара. Два дня, слава богу, сейчас она закончилась. Это так называемый шараф, горячий воздух из пустыни. И, в общем, мы страна как бы не северная, да, но все-таки 40 градусов в мае, это и для нас много. А тут еще, буквально накануне вот этого аномального потепления нашего, вокального, у нас был праздник Лак-Баомер. Праздник Лак-Баомер, который дети отмечают, часто разжигая костры. И, конечно, правительство, и раввины, и полиция. И все говорили, не надо сжечь костров, потому что жара наступает. Но народ знает лучше, чем все остальные, поэтому народ все равно сжигает костры. И на следующий день после вот большого праздника костров, в самый разгар этой жары, которая наступила, у нас тут начались просто какие-то аномальные пожары. Ну и дальше, в общем, конечно, уже тут появилась и политическая компонента, поскольку тут же обвинили в этих пожарах религиозных евреев. Мол, они все-таки жгли эти костры на Лак-Баомер, значит, и за них. Правда, полиция уже выяснила, что как раз из-за костров Лак-Баомерских никаких поджогов не произошло. А те пожары, что случились, пожары очень серьезные. Одно поселение, один поселок выгорел дотлак практически полностью. Люди не пострадали, люди эвакуировали, но все имущество у них сгорело. Так вот, часть пожаров произошли, скажем так, несчастные случаи. То есть полиция говорит, это были замыкания короткие в высоковольтных линиях, там что-то такое произошло, искра какая-то, и в такой жаре все это очень быстро вспоменяется, сухой кустами. Ну а остальное это поджоги, действительно, но к Лак-Баомеру никакого отношения не имеющие. Это поджоги наших братьев, наших любимых, дорогих арабов, которые, в общем, делают это из года в год. И каждый год, когда у нас стоит жара, может быть, не всегда такая аномальная, как сейчас, но, как самые жаркие дни года, арабы в рамках борьбы с сианистским врагом поджигают где только могут. Обычно это в окрестностях Иерусалима, в окрестностях Хайфи, иногда самой Хайфи пару лет назад вот так было, или в Галилее. Ну и мы в последнее время знаем очень много о пожарах, которые запускают жители Газы. Они посылают воздушные шары с зажигалками всякими разными, поджигают поля вокруг сектора Газы. Но как раз вот в эти дни, последние два дня, большинство пожаров было даже не из Газы, как-то с ними справляются кое-как, а пожары были, так сказать, от иерусалимских, от галилейских арабов. Вот в Иерусалиме троих уже арестовали таких поджигателей. Но, конечно, ущерб колоссальный. Четыре страны европейские бросились нам на помощь. Хорватия, Италия, Кипр и Греция прислали свои самолеты. Египет прислал свои вертолеты, так сказать, для помощи тушения пожаров. В общем, сегодня к вечеру вроде бы метеорологи говорят, что жара спадает. И надо полагать, что в течение ближайших дней как-то все-таки пожарным будет немножко поспокойнее. А так, в общем, у них была объявлена полная мобилизация, так сказать, тотальная. И эти два дня, особенно последних, были для них очень жаркими. Ну и жарко было вообще, то есть выходишь утром на улицу и чувствуешь вот этот вот зной палящий с самого утра. И, видимо, этот жар как-то влияет на людей, на мозги людей, потому что у нас, помимо, так сказать, пожаров, которые нам наши добрые друзья устраивают, еще и такой вот своего рода пожар политический. Дело в том, что впервые в истории Израиля прошли выборы. Премьер-министр, ну не премьер-министр, еще глава самой крупной партии получает от президента, так по правилам, время на то, чтобы сформировать коалицию. И вот время подходит к концу, коалиции еще нет. Ему дают как бы продление этого срока, когда он может составлять коалицию. И буквально уже до окончания вот этого продленного срока остается несколько дней. То есть вот на следующей неделе, во вторник или в среду, это последний день, когда Натаньяо, победивший как бы на выборах, должен представить свое правительство. И этого правительства пока у него нет. Дело в том, что в парламенте 120 депутатов, ему нужно иметь больше 60, хотя бы 61 голос, которые поддерживают его правительство в парламенте, в Кнессете. У него есть сейчас 60, и не хватает буквально одного голоса. Есть партия Виктора Либермана с пятью голосами, которую как бы все считали всегда парактией правой, которая, в общем, казалось бы, должна была бы быть одной из первых, кто присоединится к коалиции Натаньяо. Но вот время заканчивается, а Либерман, как бы даже нельзя сказать, что он выдвигает какие-то новые условия. В принципе, все, что он потребовал, ему сказали, хорошо, ты это получишь, потому что он понимает, и Натаньяо понимает, что без пяти мандатов Либермана у правого правительства нету большинства. Есть только 60 голосов, нужно хотя бы еще один. Но один не получить, значит, надо сразу пять от Либермана. И вроде бы Натаньяо согласился со всеми требованиями. Тут Либерман начинает просто вести себя очень странно. Он, то, что называется, докапывается до мышей. Он начинает говорить какие-то непонятные вещи, выдвигать какие-то странные требования, не приходит на собрание глав коалиционных партий. И создается полное впечатление того, что Либерман поставил перед собой задачу правительства Натаньяо свалить, не дать ему образоваться. В принципе, до тех пор, пока не выйдет срок, то есть до 28 мая, трудно сказать, что на самом деле в головах у политиков наших. Неужели действительно Либерман хочет идти на новые выборы? То есть выборы у нас были буквально полтора месяца назад, и это стоит, это влетело государству в копеечку. Неужели Либерман хочет, чтобы люди сейчас пошли снова на выборы? И неужели он думает, что после того, как, в общем-то, по его вине не будет сложено правительство, он получит больше голосов на выборы? Трудно сказать. Может быть, это все-таки политическая игра, блеф, попытка вытащить из Натаньяо еще больше каких-то уступок. И здесь мы понимаем, что это политическая игра, в которой и Натаньяо, и Либерман политики очень опытные, очень знающие. У них за спиной колоссальный опыт таких вот коалиционных переговоров. Были времена, они их вместе вели, потому что когда-то Либерман был как бы начальником канцелярии Натаньяо. И трудно судить о том, что на самом деле происходит на этих переговорах, поскольку то, что просачивается в прессу, это, в общем, спекуляции или попытки манипуляции общественным мнением с обоих сторон. И поэтому, как бы с одной стороны, действительно хочется верить, что все-таки эти два политика в итоге договорятся и не устроят израильскому обществу такую неприятность, как еще одни выборы, которые будут стоить нам сотни миллионов шекелей, которые, в общем, у нас совершенно лишними не являются. И, с другой стороны, по тем источникам, которые есть у меня, Натаньяо достаточно жестко настроен и говорит, что, в общем, вероятность того, что ему не удастся создать коалицию и что мы пойдем на новые выборы, она велика. Вот это будет, если это случится, это будет впервые в истории Израиля. Это будет, конечно, что-то совершенно необычное. И, я думаю, все-таки до середины следующей недели будет представлено правительство, и все политики, все коалиционные фракции получат удовлетворяться тем, что им предлагает Натаньяо. И эта, так сказать, эпопея с составлением коалиции, впервые в истории Израиля такая сложная и такая болезненная, она будет закончена. Если же это все-таки не произойдет, мы задним числом проанализируем это в нашей следующей передаче. И я постараюсь объяснить свои соображения, почему, скажем, Наталья Либерман так поступил. Пока что не хочется говорить об этом, поскольку все-таки хочется верить, что это только политическая борьба, это только попытка вытащить для себя какие-то еще дополнительные условия выторговать. И ничего такого принципиального предательства здесь нет. Но если оно все-таки случится, то будем говорить об этом уже в следующий раз. Так что, да, жара в Израиле аномальная, и жара не только на улице, но, похоже, и в умах людей. Анатолий. Да, я хотел бы напомнить, во-первых, номер телефона в нашей студии, это 847-400-5200, если появятся вопросы или какие-то мнения. Ну, а пока наши радиослушатели собираются с мыслями, есть еще одна такая тема, которая, ну, очень интересная и очень важная. Это выборы в Европарламент. Если бы вы могли немножко рассказать об этом. Пожалуйста. Да, это очень интересно. Впервые я бы сказал, поскольку на этот раз выборы в Европарламент, которые проходят, буквально начались вчера, будут продолжаться до 26-го числа. Выборы в общий европейский парламент, они проходят в 28 странах Европы, и там избирается 751 депутат. Количество депутатов для каждой страны определяется размерами этой страны. То есть, в общем, в отличие, скажем, например, от электоров в Америке, если я правильно понимаю, там каждый штат, или нет, там тоже разные штаты дают разное количество, так сказать, избирателей, которые потом избирают президента. Но в Европе, вот, скажем, Германия, она имеет 100 представителей из 751. Ну, а страны поменьше, соответственно, конечно, их представительства меньше. И выборы эти не мажоритарные, то есть не по областям, а пропорциональные. Почему это важно? Потому что, по мнению абсолютного большинства аналитиков, следящих за выборами в Европарламент, на этот раз в Европарламенте окажется огромное количество правых, и, как даже их, так сказать, еще недавно называли в Европе крайне правых политиков, представителей правых и крайне правых партий. И если на местах, то есть во многих странах, этих политиков удается подавить, я сейчас объясню, почему. Здесь в Европарламенте они пройдут, и, видимо, станут, если не ведущей силой Европарламента, то, по крайней мере, очень значительная его часть. Почему во многих странах европейских прав и партии, которые в последние годы набирают силу, мы понимаем прекрасно, почему, потому что колоссальная иммиграция, нашествие, так сказать, мусульманское на Европу вызывает возмущение большого количества людей в этих странах европейских. И они видят, что старые элиты, что руководство стран не борется с этим, наоборот, поощряют и создают условия для того, чтобы приходили новые и новые. И эти новые и новые, так сказать, варвары, которые приходят, они полностью разрушают Европу, перекраивают ее под носовой лад. И люди, которые не хотят жить в шариатских странах, не хотят, чтобы Швеция или Финляндия, или Франция, или Бельгия превращались в страны шариата, они голосуют за партии, которые раньше считались как бы аутсайдерами, партиями маргинальными, партиями правыми. Так вот, когда во большинстве европейских стран выборы, как правило, региональны, и левые партии создают крупные блоки, проводя своего депутата от каждого из мест, правые же партии, разделенные на кусочки, они, в общем, как бы и не способны собраться, они в итоге потеряют все. То есть выборы мажоритарные и при мажоритарных выборах кто победил, тот все и получил. Что же касается выборов в Европарламент, который пропорциональный, вот так, как в Израиле, скажем, выборы проходят, то последние полтора года, а может быть и больше, в Европе работает человек, которого в Америке, безусловно, хорошо знают, зовут его Стив Беннон, это человек, благодаря которому во многом Трамп победил на последних президентских выборах. И вот Стив Беннон уже давно занят тем, чтобы как-то организовать правые партии европейские, чтобы они могли, во-первых, внутри своих стран как-то создать общие списки и иметь больше возможности пройти в Европарламент, и чтобы пройдя в Европарламент, они могли там объединиться и создать какую-то общую силу. Почему Европарламент важен? Дело в том, что именно Европарламент, он и выбирает ту номенклатуру, которая затем правит из Брюсселя всем Евросоюзом. И поэтому, если сейчас по итогам последних европейских выборов в парламенте окажется правое большинство, или, по крайней мере, такая сила, которая будет, если не определять, то хотя бы влиять в значительной мере на выбор вот этих самых чиновников, то мы немедленно заметим это в переизбрании или в избрании совершенно других людей, в том числе, например, комиссара по внешней политике. Вот сегодня комиссаром по внешней политике является коммунистка Магеррини. До этого была британская коммунистка, как же ее звали, сейчас я уже не помню, с таким лошадиным лицом, уродливая, отвратительная. Она была раньше, так сказать, в свое время, до того, как она стала еврокомиссаром по иностранным делам, она была, так сказать, передаточным звеном между британской компартией и Советским Союзом. Вот, то есть там печать ставить некуда. Но Магеррини, которая, в общем, как бы, она помоложе, она просто из коммунистов пришла. Ну и, соответственно, политика Евросоюза, она вот такая, какую мы знаем. Сейчас эти правые партии могут ситуацию изменить. Что, когда мы говорим о правых партиях, вот то, на чем работает Беннон, это так называемая как бы коалиция разумной Европы. Очень интересно, они называются разумной Европой. Туда, в первую очередь, входит Северная Лига. Это итальянская партия, партия Матио Сальвини, который сейчас добился успеха у себя в Италии. И, в общем, ну, скажем так, он не настолько драматичен, например, как Трамп или как бразильский президент, но в Италии происходят очень серьезные изменения и вот борьба с сектой политкорректности, с бесконтрольной эмиграцией, которую, в общем-то, если называться именами, нашествием исламским, в Италии происходит серьезная борьба. Есть уже известная нам хорошо альтернатива для Германии. Это партия, которую вообще недавно, собственно, еще недавно. Поговорите с каким-нибудь обычным немецким обывателем, они скажут, о, альтернатива, это же просто нацисты. Им говорят, какие нацисты? Вы о чем говорите, ребята? Эти нацисты, в кавычках, они лучшие друзья Израиля, они защищают Израиль там на всех возможных форумах, они борются с компанией BDS, бойкот Израиля, и они требуют его запрета. Разве их можно называть нацистами? Но бюргеры, которые слушают свой телевизор, они точно знают, что альтернатива для Германии это нацисты. Тем не менее, когда ситуация в Германии, видимо, достигла уже той критической точки, когда даже самые-самые медлительные, посредственные бюргеры начинают понимать, что альтернатива для Германии действительно является не столько даже альтернативой, сколько спасением. И шансы у альтернативы для Германии провести своих парламентариев, то есть занять какой-то пус значительный из тех ста мест, которые в Германии отведены в Европарламенте, у них очень большой. Есть, например, финская национальная партия. Очень интересно, если я не ошибаюсь, во главе финской национальной партии стоит Фин, который, в общем, по происхождению мега. То есть, я уже не знаю, он родился в Финляндии или он приехал, но он такой вот финский националист, и он говорит очень разумные вещи, он говорит, что мы вовсе не нацисты, и мы не против того, чтобы помогать приезжающим в нашу страну другим людям. Но давайте делать это так, чтобы не разрушать финский уклад жизни. То есть, абсолютно трезвомыслящий человек. Что, конечно, добавляет некоторого шарма, так это вот его абсолютно темная кожа, то есть, он совершенно-совершенный негр из Африки, тем не менее, гордый финн-националист. Ну, есть, конечно, национальный фронт Марин Липен, который сделал очень много для того, чтобы вот партию своего папы откровенно антисемитскую партию превратить просто в правую партию, которая сейчас тоже борется, в общем, на двух полях. Она хочет пройти Европарламент, и, конечно, мы понимаем, что Марин Липен претендует на то, чтобы стать президентом Франции. Опросы дают ей очень хорошие шансы, но мы понимаем, мы уже видели это в прошлый раз, у него были неплохие шансы, тем не менее, левому удалось провести Макрона, который, в общем, сейчас мы видим, у него Франция, так сказать, из рук убегает просто как вода через сит. Вот, есть, наконец, Герт Вильдерс из Голландии, партия Свобода. Это партия, которая тоже еще несколько лет назад ее называли, о, это фашисты, это нацисты, это правые экстремисты, сегодня это вторая по величине партия в Голландии, и в Голландии тоже, так сказать, голландцы люди добрые и мирные, но когда им просто сели на голову и свесили ножки, так они решили, что, видимо, это исламское нашествие не самое лучшее, что должно быть в их стране. И Герт Вильдерс начал набирать популярность. И это, наконец, партия Свобода и Прямая Демократия из Чехии. Во главе чешской партии Свобода и Прямая Демократия стоит тоже не совсем обычный чех, зовут его Томио Акамура, и как можно судить по его имени и фамилии, он японец. Опять же, не знаю, японец ли он, родившийся в Чехии или приехавший туда, но, тем не менее, он тоже говорит исключительно разумные вещи, абсолютно не сковывает себя политкорректностью и объясняет, что Чехия – это страна со своим национальным укладом и своими ценностями семейными, традиционными, национальными. И люди, которые не хотят этого принимать, они должны как-то лишь подумать два раза еще хотят ли они оставаться в Чехии. И те же, кто примут это, конечно, будут, так сказать, им велком в чешском государстве. Вот. Есть, наконец, партия ЮКИП, которую представляет как бы в Европарламенте Дженис Эткинсон. Вот ЮКИП – это та самая партия, которая во главе с Найджелом Фарриджем сумела провести Брексит в Англии. И об этом мы, может быть, чуть позже еще поговорим более подробно. Есть, наконец, еще такая партия Европа, наций и свободы. Это альянс, который уже внутри Европарламента. Он объединяет аж целых девять партий из разных стран Европы. Тут надо понимать, что, в общем, в отличие от партий тоталитарных, от партий левых, от партий, где коллективизм – это все, правым партиям очень сложно договориться между собой, потому что каждый солист, у каждого есть свое эго. И это именно то, что мешало до сих пор правым партиям, скажем, преуспевать внутри стран. Поэтому Стив Бенн, он занялся очень важным и очень кропотливым делом, таким вот трудоемким, как, если цитировать классиков, «хуже вышивания». Он усаживает этих самых правых лидеров и объясняет им, что, в общем-то, ребята, у вас цели-то общие. И вот сегодня появляется, выкристаллизовывается некая такая общая платформа, которая говорит, мы в общем, как бы говорят правые, не за то, чтобы развалить Евросоюз совсем. Мы просто хотим сделать так, чтобы у каждого государства снова построило свои границы, чтобы оно само управлялось и занималось защитой своих интересов. Есть общие темы, есть открытый рынок, есть общий рынок экономический, есть открытые границы для граждан наших государств, чтобы мы могли ездить, так сказать, не заморачиваясь пока проверкой документов на каждой из многочисленных европейских границ. Но в то же время есть у каждой страны свои интересы. Мы не хотим, чтобы какие-то брюссельские бюрократы, еще и коммунисты, чтобы они нам указывали, что и как делать. И, конечно, одной из главных тем является вопрос чуждой Европе иммиграции. То есть иммиграции, которая меняет континент, иммиграции, которая совершенно не хочет вливаться в европейское общество. Люди, которые приходят туда из Ближнего Востока, из Африки Центральной, или из Афганистана, то есть из Центральной Азии, это люди, которые приносят с собой ислам. Они хотят строить исламские государства, шариат. Они не хотят работать, потому что они говорят, у вас тут хорошие вэлферы, ну, в Европе по-другому это называется, социальные условия, но мы хотим их получать. Получается, что какой-нибудь француз центральной, он себе работал, думал, что у него будет обеспеченная пенсия, а теперь ему говорят, извини, друг, денег у нас не хватает, потому что у нас появилось еще множество голодных, не работающих молодых людей из Африки, из Азии, которых мы должны кормить и поить. Мы говорили об этом много раз, что для старой европейской элиты это как бы было такое вот спасение, потому что они чувствуют, что их власть уходит, они теряют свои позиции, и единственный способ сохранить свою власть это вот нагнать новое население, заменить фактически население, разрушить национальные приоритеты, разрушить семейные ценности, разрушить традиционные ценности, заменить их новым. Ну, ислам так ислам, им это не мешает, если они будут при этом рулить, то им это не мешает. Другое дело, мы понимаем, что в общем у лидеров ислама, у братьев мусульман, например, совершенно другие планы, а нету старую европейскую элиту тоже будет терпеть до тех пор, пока им не достанет сил, чтобы смести ее и заменить, так сказать, стать местами. На фоне вот этого как бы объединения правых партий, которые, судя по всему, выразятся в немалом успехе на выборах, у старой европейской элиты действительно возникает паника, тем более, что они видят, что в общем правые в Западной Европе, они черпают вдохновение, скажем так, в Восточной Европе. Восточную Европу, которую в свое время напринимали в Евросоюз, думали, что они будут такими, ну, они бедные, они нищие, они будут, мы им будем бросать кости, они будут, так сказать, услужливо там прыгать у нас. И вдруг оказалось, что Восточная Европа сама себе тоже режиссер. Создали Вышеградский союз, куда вошли Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. И в общем, эти четыре страны фактически объявили, ну, не то чтобы объявили, если не восстанет, то, так сказать, постоянный, непрерывный протест против вот этой вот нарочитой политкорректности и безудержной эмиграции. И мы видим, что эти четыре страны держат оборону, поддерживают друг друга и не дают, так сказать, Западной Европе раздраить себя и, так сказать, подавить поодиночке. И на фоне их успеха правые партии Западной Европы в общем, как бы тоже стали вдохновляться и, так сказать, думать о том, что они могут тоже противостоять вот этому талитаризму русильских бюрократов. По сути дела, вот не случайно, что у большинства правых партий, которые идут сейчас в Европарламент, у них фигурирует в названии слово «свобода», потому что это, в общем, действительно противостояние сегодня свободы и талитаризма. Это действительно не только вопрос о том, будет ли исламское нашествие продолжать захлёстывать Европу или его остановят. Это вопрос и о том, что будут ли брюссельские бюрократы давить как бы от страны и навязывать им свои какие-то плановые решения или каждая страна будет исходить из своих собственных интересов. Вот я, мое личное наблюдение, мы буквально с Аленой, с женой несколько недель назад были в Албании. Албания – маленькая страна, мы все помним, что в свое время, в советскую эпоху, это было безумно нищее, закрытое государство, которое тоже шло путем Ленина, Маркса, Сталина, Пол Пота и Мао Цзэдуна. Вот шли так успешно, что, в общем, экономика там была на нуле. Жили они тем, что они брали деньги в долг у разных стран, а потом, когда приходило время возвращать долги, просто ссорились с этой страной. И поскольку они были такие маленькие и такие никому не нужные, то, в общем, их никто и не трогал. Потом, так сказать, советская система социалистическая развалилась по всему миру, и вот сейчас Албания кое-как выкарабкивается из своего такого темного прошлого и, в общем, превращается в очень приятную, интересную страну. Но вот, что нам говорят, говорили простые, так сказать, албанцы. Нравится еда, которую вы едите, да, там совершенно исключительно просто свежайшая, вот, дешевая и свежая еда. Они говорят, вот если мы вступим в Евросоюз, а в Евросоюз это обсуждают, давайте, мол, и Албанию тоже возьмем в себе в Евросоюз, если мы вступим в Евросоюз, то брюссельские чиновники, они нам будут говорить, сколько мы чего должны выращивать, а что мы вообще ничего не, что мы вообще не можем выращивать. И вся еда у нас будет, в общем-то, по большей части привозная, потому что нам там дадут выращивать какую-нибудь кукурузу условную, вот, а все остальное мы должны будем закупать в других странах, то есть это все будет уже не свежее, а мороженое. Ну, мы, так сказать, кто помнит еще Советский Союз и все эти плановые хозяйства, мы прекрасно это понимаем, вот брюссельские бюрократы, лидеры Евросоюза, эти комиссары, которых избирает парламент, они действительно, они по, так сказать, своему мировоззрению настоящие обычные коммунисты. И они думают, что действительно они создадут такое счастливое Но Европа какое-то время, видимо, действительно под коммунизмом может существовать, потому что запасы большие, денег много, но когда эти деньги кончатся, все рухнет, потому что коммунизм, он и в Африке коммунизм, и он разрушает любую экономическую систему. Поэтому, конечно, сейчас победа правых партий в Европарламенте это очень важно для европейцев, как бы для будущей Европы. Кто будут эти самые брюссельские бюрократы, будут ли они продавливать такую вот модель Большого Советского Союза, или, скажем, они будут идти все-таки в сторону гораздо более разумной модели, скажем так, назовемой американской, когда каждый штат, это, в общем, государство, есть федеральная система, федеральная система обладает огромными полномочиями, может быть, даже, так сказать, правые европейцы и не хотят таких полномочий у федерального правительства, но, тем не менее, все-таки каждый штат имеет свои собственные интересы, свои собственные права. Вот так или иначе, сейчас мы видим, что что-то меняется в Европе, и у европейских левых, как я уже сказал, паник, они пытаются это дело изменить, исправить как-то, вот они, допустим, где правые проявляют себя, ведь для них европейские СМИ закрыты, то есть европейские мейнстримные СМИ просто не существуют, они ушли все, вот эти правые, в социальные сети, в социальных сетях кто себя лучше всего чувствует? Молодежь, поэтому правые европейские партии сегодня в основном представлены очень молодыми людьми, и смотришь на лидеров этих партий, там буквально ребята молодые, и, конечно же, в ответ европейские элиты пытаются прижучить, прикрутить социальные социальные сети, все эти платформы, которые пытаются как бы под эгидой борьбы с ненавистью и с разжиганием ненависти затыкание, происходит просто банальное затыкание ртов, тем не менее, судя по всему, этот фокус не проходит, и в обход всех затыканий ртов правые набирают популярность, и это, как я уже сказал, выгодно для Европы, но это выгодно очень и хорошо для Израиля тоже, потому что, прямо скажем, эти самые правые партии, назвать их сильно филосемитскими трудно, потому что в них есть и, так сказать, классические европейские антисемиты тоже, если мы посмотрим, например, на националистов польских, там к евреям, как бы абстрактным евреям, в Польше тоже нет никаких евреев, но к абстрактным евреям там отношение, мягко скажем, такое, сомнительное, с другой стороны, когда речь идет о, и это, в общем, понятно почему, потому что для большинства европейских правых евреи, собственный, как бы своих странах, где они еще есть, это вот эти глобалисты, это Сорос, это всевозможные левые, и никакого энтузиазма у них они не вызывают, но когда дело доходит, речь доходит об Израиле, то они просто буквально благотворят Израиле, здесь, возможно, происходит даже некоторая дефамация, то есть они, о нас в Европе, о нас об Израиле, в Европе говорят так ужасно и так плохо, что для многих правых, которые считают, что вот пришло время просто браться за оружие и гнать этих самых, мусульманское нашествие, гнать каленым железом и изгонять из Европы, они видят в нас, в израильтянах, то спасение, тот рецепт, то решение, даже не понимая, что, в общем, на самом деле, все не так просто, и мы тоже ограничены своих возможностей, мы совсем не такие удалые борцы с исламским нашествием, как им может быть кажется. Так или иначе, они, конечно, большие энтузиасты и друзья Израиля, и можно предположить, что вот после этих предстоящих, уже в ближайшее время, собственно, подходящих сейчас выборов в Европарламент, будут избраны другие лидеры Европейского Союза, в том числе, другой министр иностранных дел, другой комиссар по внешним отношениям, и это будет очень четко заметно в отношении к Израилю, что, безусловно, может не радоваться. Александр, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос немножко на лирическую тему. Ну, я знаю, что палестинским арабам была предложена сделка века, так называемая. Вот у нас остается немножко времени. Могли бы ли вы коснуться этой темы и объяснить, во-первых, что это такое, а во-вторых, почему они от нее отказываются? Спасибо. А сколько у нас времени? Я вам скажу так, у нас есть буквально две минуты времени, если не хватит, мы это перенесем на следующую неделю. Я понял, хорошо. Ну вот, действительно, говорят, что в сделке века, которую предлагает Трамп, по сути дела, не будет арабского государства, арабского палестинского государства. Будет некая расширенная автономия. И это уже само это приводит к тому, что палестинские арабы говорят, нам такое решение вообще не нужно, мы без государства не хотим. Почему? Потому что, на самом деле, когда мы посмотрим на весь опыт того самоуправления или даже квази-государства, которое у палестинских арабов было, а у них было четыре таких варианта, на самом деле. С 68 по 70 год в Иордании было, так сказать, создано квази-государство палестинское. Арабов. С 70 по 82 год в Ливане, в Южном Ливане, было создано такое государство. И вот начиная с 93-го года была такая автономия, которая фактически была государством, до 2000 года, по крайней мере. И с 2006 года в Газе у нас есть реальное, настоящее государство палестинских арабов. Так вот, все четыре эти модели, они, у нас нет сейчас времени подробно разбирать это, но в двух словах буквально. Речь о том, что они тратили все свои ресурсы на войну с Израилем. То есть их интересовало больше, как уничтожить Израиль, а не то, как устроить у себя цветущий сад. Это именно то, что, в общем, губило эти государства раз за разом. То есть уже давно, начиная с конца 60-х годов, палестинские арабы могли создать себе независимое, нормальное, процветающее государство, и все бы еще и помогли, и денег дали. Но каждый раз, когда дело доходило до некой независимости, или, так сказать, почти независимости, они все свои ресурсы вкладывали в то, чтобы уничтожить еврейское государство. И поэтому всегда для них это все кончалось красом. И именно сейчас они чувствуют, что в отличие от Обамы, который предлагал им просто давайте еще ужмем Израиль, что-нибудь от него отрежем, ничего не обещая взамен. Трамп говорит так, вы хотите что-то получить, вот пообещайте, что вы не будете воевать с Израилем. Обещать такого палестинские арабы, лидеры палестинских арабов не могут и не хотят. Об этом мы поговорим действительно в следующий раз более подробно. А потому сделка века изначально им уже не нравится. Она им не нравится потому, что она не дает возможности уничтожить Израиль. И это, безусловно, для них является главным критерием. Спасибо огромное, Александр. Еще раз будьте здоровы до следующего раза. Мы обязательно еще коснемся этой темы. Ну а пока всего хорошего и шаббат шалом. Доброго. Субтитры сделал DimaTorzok